Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Привет. Я жду маму. Я хочу сказать, что я ее очень люблю, очень жду. Мы все ее ждем. Я за нее переживаю больше всех. Мне очень тускло без нее, хочу сказать. Я даже немного заплакал, когда я встретился с ней. Потому что она очень хочется ей все равно. Ты скучаешь? Я скучаю по маме. Я хочу, чтобы она увидела, как я занимаюсь огородом. Она веселая. Мы с ней часто смотрим мультики в той комнате. Мы с ней смотрели. Разные, как новые выходили, я часто с ней садился. Я рекомендовала всякие фильмы мои любимые, мы с ней смотрели. Я часто ей помогал. Я ей помогал, съела часто. На суды ходим, поддерживаем дочку. И передачки раз в неделю, каждую неделю в тюрьму надо собирать. И чтобы отвезти передачу, это все сначала надо съездить, тоже купить, все собрать, все переписать. На это тоже надо время. Конечно, очень бы хотелось, чтобы она вернулась. И мы все-таки надеемся на здравомыслие нашего государства. И что ее все-таки отпустят, учтут, что у нее четверо детей. И в принципе она угрозы никому никакой не представляет. Она абсолютно мирный человек. Она очень-очень просто любит своих детей. И все, что она делала и делает, это все ради семьи, ради детей. Чтобы детям было хорошо, надо же, чтобы в стране тоже было все хорошо. Чтобы, как бы, если бы государство выполняло свои социальные обязательства перед народом, перед своим, то люди бы не выходили на митинги. Женщина не от хорошей жизни идет с детьми на митинг. А просто, когда такое вот отношение, когда ее три раза отфутболили, три раза и в этом АСП отказали, по той причине, что у нас две бабушки живут, пенсионерки, и что почему-то моя мама и свекровка обязаны нас всех содержать. Я, конечно, опять-таки не сторонник того, чтобы человек полностью на какое-то пособие там рассчитывал и жил. Но когда четверо детей, какая-то поддержка все-таки должна быть. А так вот, ну вот у нас, когда обыск был, и вот эти шесть листовок нашли, то даже по закону логики, каким образом Оксана могла их напечатать, допустим, дома, если на момент второго обыска у нас уже вся оргтехника, она была изъята. Вся изъята. У нас не было ни ноутбуков, ни компьютера, ничего не было. Откуда бы эти листовки взялись? Зачем бы она их делала? Кому бы она их передавала, если она ни с кем не общалась? Она не могла выйти их поклеить? Зачем? Смысл вообще этих листовок в доме? Красава прям помочь. И он сказал, я хочу именно вот свозить, именно купить вам то, что нужно. И он вот свозил Таисии, кофточку купил. Кто, кто, кто еще? Вячеслав. Вячеслав. А то есть вообще вас поддерживают? Да, вас поддерживают, конечно. Вот говорю, Никите курточку купил, Таисия еще зимние сапожки взял, соки, памперсы. Вот. Нам люди, конечно, помогают, активисты, продукциями. Как бы политику она никогда, политикой не интересовалась. А так-то она сама по себе очень активная, очень энергичная. И после рождения детей, конечно, как бы, ну, каждая женщина знает, что потом появляется какая-то вот энергия, да, хочется что-то делать, что-то творить. А что вот для вас было неожиданно, что она пошла на какой-то нитинг непонятный? А до этого она интересовалась политикой? Нет, она никогда политикой не интересовалась. Что? Она начала интересоваться этим, вот как девочки сгорели в Астане. Вот тогда для нее это был просто толчок. Тогда она стала смотреть YouTube, тогда она какие-то ролики стала смотреть. Тогда у нее интерес появился. Вот. К этой вот теме. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...